День добрый, панове, витающее господарство Продолжим наш рассказ про ошибки в построении внедорожников И сегодняшнее вот такое повествование будет касаться, на самом деле, не только внедорожников Скажу сразу, потому что, насколько я погрузился в автоспорт в свое время И, в принципе, продолжаю этим интересоваться Та проблема, которую я с ним буду рассказывать, характерна вообще для любых автомобильных мероприятий Тюнинга автомобилей Это не обязательно оффроуд, это запросто и очень часто бывает и с кольцевиками, и с ролистами Повсеместно практически, повсеместно такой колхоз, который, буду говорить, применяется Где-то это оправдано, скажу сразу Где-то это нормальное решение, и так действительно делают Но для этого должны быть особые условия, которые будут говорить дальше впереди Так вот, сегодня мы говорим про те самодельные какие-то элементы автомобиля Которые люди в погоне за какими-то характеристиками пытаются ставить себе машину Заменять оригинальные заводские решения на какие-то свои измененные Им кажется, что так будет лучше, и так это поедет Что я подразумеваю под этими словами, там, самовары, вот это все Ну, поскольку тема была изначально про оффроуд, да, то давайте про оффроуд и продолжим немножко То есть, в оффроуде очень часто бывает такая тема, что когда человек лифтует автомобиль Не всегда делает это грамм, не всегда понимая, что он делает, как он делает Люди часто сталкиваются с тем, что они полностью своими изменениями порушили работу подвески То есть, всю кинематику полностью как бы сломали Подвеска просто не работает У нее, допустим, на отбой хода нету Нажатие ход огромный Вот, она очень быстро вывешивается, она плохо едет на асфальте Она плохо едет на оффроуде Она уже без блокировок даже на какую-то простейшую горку заехать не может Короче, люди сначала делают, потом верят, что получилось какое-то говно, да Потом смотрят, ну как-то же другие как-то тоже так делали ездят Ну и начинается такое Ну вот у меня рычаг упирается, давайте сделать так, чтобы рычаг не упирался И вот та вещь, которую, собственно, хочу сегодня обсуждать Когда люди начинают что-то в машине прямо в элементах подвески резать Создав одну проблему Потом героически пытаются ее решать Не изучая как бы устройство, да А просто видя вот какой-то элемент Видя, что вот он как-то что-то ограничивает А давайте сделаем, чтобы он перестал ограничивать И начинается вот это вот самовары Начинается сварочный аппарат, трубы, уголки, профили, квадраты Там усиленные, не усиленные, там куча различных вариантов Хорошо, если есть трубогибы у кого-то, да В идеале вообще какие-то пресс-формы там и так далее У кого-то вообще и в заводских условиях получается что-то изготавливать, да Ну, литье я не встречал, может быть и слава богу Суть такова, что когда человек видит глазами какое-то ограничение Пытается сам исправить, он все равно никоим образом, как правило Не влазит в расчеты, не пытается понимать А что же, почему так произошло А почему на заводе так не сделали, да То есть никогда никаких таких вопросов у людей не возникает Это плохо, это проблема Главная фишка самоваров, да Даже не в том, что люди не считают Как изменится работа подвески, да Не считают, почему вот разные были длины рычагов Почему рычаг изначально прямой, а не какой-то кривой Почему у него такая форма Люди просто видят какое-то ограничение, с которым вы столкнулись И пытаются его каким-то образом героически решать Все Это вообще беда-беда, беда страшная Если мы немножечко, как я сразу сказал Перенесемся на другие виды автоспорта Другие виды автомобилей, другие виды тюнинга То бывает ситуация более, скажем, правильная Более корректная, да Когда люди действительно видят, что Ну, чаще, допустим, это Если берется какая-то машина Которая изначально не подходит Под создание какого-то спортивного Спортивного снаряда Машина По кинематике подвески, допустим Как вот, допустим, взять любой ТАСС Да, там, Калину, там, неважно Даже, ну, Веста получше, конечно Потому что это, на самом деле, Рено Рено-Меган двухтысячных, там, подвеска Тем не передняя Ну, ладно, не будем про весту Так вот, классический вариант Какая-нибудь Калина Которую инженеры На конструкторском бюро в Тольятти Вот этот вот ТАСС Проектировали Исключительно под езду По плохим российским дорогам То есть, чтобы эта машина По убитому грейдеру Могла ехать Не выбивала руль из рук Хоть как-то поворачивала Соответственно, там Когда эту машину пытаются Ставить на кольцевые Какие-то дисциплины Нужны совершенно другие Кинематики Нужна Ход такой вообще не нужен Это зло Ход надо уменьшать Когда уменьшаешь ход Начинается проблема другая Что у вас упал центр крена Вот Центр крена вообще куда-то Никуда упал Машина моментально ложится В отбойник Тоже плохо То есть, это Чтобы на ТАЗе Поменять работу подвески Вам, в принципе, надо поставить Другой подрамник Другие рычаги Совершенно другие Углы САЯ Совершенно другие Кастеры и так далее И Заводским решением Никакими там Проставками Регулировками Болтами Еще какими там Вещами Это не делается И Когда Спортсмены Спортивные инженеры Пытаются Эту машину Заставить ехать Быстро по кольцу Конечно Приходится То же самое Заниматься Каким-то самоваром И делать Какие-то рычаги Ну там Слава Богу Это более-менее На потоке И кольцевики Это делают Более-менее Адекватно И понимаешь Там есть расчет В отличие от Офроуда Там есть нормальный Расчет Как будет работать Эластокинематика Как будет работать Подвеска В упоре Как она будет Вести себя Когда у нас Машина То есть Перераспределился Вес в повороте Как поведет себя Как бы при повороте колеса Как бы динамически Меняется развал И так далее На Офроуде Люди вообще Не парятся У них главная проблема Чтобы от отбойника До рычага Придумать Какое-то Пространство Чтобы хоть какой-то Ход там Как-то изобрести Какими способами Чего это Как бы Какая обратная сторона Медали Какие последствия Такого изменения Вообще Вот эти вот Любители Офроуда Вообще с ним не парятся В отличие от кольцевиков Которые конечно же Там в первую очередь Это просчитывается И там именно Вот это вот Поведение машины В таких сложных моментах Является ключевым Почему вообще Принципы Это начинают переделывать И если говорить Про кольцевики Я все равно Не очень люблю Такие изменения Но это вынужденная мера В некоторых случаях На некоторых автомобилях И она оправдана Скажем так Аналогично Дрифт Потому что Там другая история Там нужен Совершенно Какой-то лютый Выворот Там нужно Совершенно другие Какие-то Показания И поведение По передней оси Да и по задней тоже И тоже приходится Очень часто Заниматься Такими самоварами Тоже скажем так Нет хорошей жизни Но тем не менее Аналогично С кольцевиками Это тоже В первую очередь Идет Очень точный Расчет Уже и моделирование Да То есть уже считаются И углы Кермана считаются И все вот эти вот Плечи Сошки Размеры Как это все поведет То есть Здесь идет Действительно Хорошая инженерия Когда люди это делают И здесь все в порядке Да Вот С оффроудом Проблема именно в том Что люди часто Просто решают Ту проблему Которую видят глазами Без инженерии Абсолютно Вообще Без подключения мозга Без подключения расчетов Без подключения Вообще В принципе Теории Работы подвесок Вообще без ничего Это первая беда Но она не самая главная На самом деле Потому что Можно тут же сказать Ну парень Блин Нам на фроуд ехать Нам вот Соревнования какие-то Да Нам пуфи Как эта машина Поедет по асфальту Мы на нее на лафете По асфальту возим Нам все равно Да А на фроуде Какая черт у вас Так и не матика Кому ты Блин Любишь мозг Да Стандартная вот фраза Которая прилетает Окей Я в принципе Даже с этим спорить Не собираюсь Это действительно Правильное заключение То есть Если Конечно Вы строите какой-то Экспедиционный Который ехать по асфальту Ну это все справедливо Что я говорил ранее Но если действительно У вас чисто котлета На соревнованиях Тер 1, Тер 2, Тер 3 Да И вы там Какой-то лютый куст Там вот такой Наварили себе Вместо рычагов Там полностью Все там Как-то сами там Придумали Ну окей Хорошие Грамотные Даже во фроуде Я знаю таких людей Их очень мало Но есть Реально ребята Грамотные Которые действительно Копают литературу Которые Копают Именно считают Плечи Считают длины Считают соответствие Смотрят как работают Эти все радиусы По каким радиусам Двигаются клюшки То есть Загоняются До миллиметра Высчитывают Домики Эти все Друбкиты Там Друбкиты Клюшек Друбкиты Панары Если они остаются А-образный рычаг Соответственно Аналогичный То есть Конечно Есть люди Заморачиваются И такие машины На фроуде Вообще Техника Решает значительно Больше чем Мастерство пилота Фроуд Это На половину Удача и везения На вторую половину Это подготовка техники Пилот Ну да Тоже какое-то влияние Есть Но Совершенно не такое Влияние Как оно Допустим На кольцевых Или раллиных Каких-то вещах Так То есть Здесь Во фроуде Удача и техника Являются Основополагающими На самом деле И когда вы Грамотно построили Автомобиль Под офроуд Грамотно Спроектировали Пересчитали Все это Учли Именно работу В предельных Режимах Таких подвесок Своих Новых То конечно Такая машина Вывезет Везде На любые Там места И так далее Призы и прочее На тумбочку Это модно говорить Такая история Но Не все так просто Было бы все так просто Я бы этот видеоролик Не писал Типа Возьмите Посчитайте Самая Главная Беда Вот эта Ошибка По строению Недорожников Как я и говорил Как я называю Этот ролик Самая Главная Ошибка Беда Заключается В том Что Когда машина Начинает Жестко эксплуатироваться Соревнования Экспедиция Дальняя Еще какие-то Сложные моменты Все ломается Просто Все ломается Что бы вы Не делали С машиной Какая бы там Она хорошая Не была Обязательно Поломки Есть Всегда У всех Будут Были И никуда От этого Не избавиться Не уйти И так далее Так вот Если у вас Ломается Какой-то Оригинальный Элемент Подвески Заводской Стоковой И так далее Те бы вы Какой-то Жопе мира Не были Может быть Не сразу Может быть Не день в день Может быть Придется подождать Но вы Найдете Закажете Привезете Тот там Рычаг Например Да Или там Какую-нибудь Клюшку Или еще Какую-нибудь Тягу Которую Вы там Погнули Сломали Развалили И так далее Что происходит С кустом Да Вот этими Самоварами А самовары Происходит Вот что Вы изготовили Некое устройство Которое Позволило Вашей подвеске Работать И как правило Вы Изменили Там длины Вы изменили Его геометрию И как правило Вы решали Какую-то проблему Какой-то ограничитель Который Вот вам не позволяет Работать С родными Элементами Да То есть Стоковый рычаг Допустим Он просто ложился Лежал на отбойнике Вы поставили Удлиненный Вы там еще Изменили его форму Вы перенесли Там в нем Шаровую Потом под это дело Вы его поставили Соответственно У вас же все уплывает У вас уплывают Развалы Схождения Кастеры Вы под это дело Подгоняете Настройку машины Подвески Соответственно Чтобы наехало Это все с двух сторон Ставить Справа или лево Да Вы сделали Это кастом Настройство Хорошо Вот представьте ситуацию Вы поехали Куда-то в экспедицию Кругом 500 Ну и каким-то образом Соскользнули На какой-то камень Ударились колесом А камень Где-то Ну каким-то С трассы Там или еще Что-то Разная ситуация Бывает Не надо говорить Что вы ничего не ломаете Ну бывает Значит Что происходит Вы допустим Погнули Или лопнула Эта хрень Лопнула Ну пытались Там заварить Если погнули Ну вот Вышло из строя Да Каким-то образом Вам нужно Это дело менять Поскольку Это был Кастомный самовар Он существовал И существует В единственном Экземпляре Сделать второй А часто Даже чертежей Не остается А люди часто Такие самовары Варят просто На выпуклый Морской глаз Никто даже не загоняется С тем Что блин А не дай бог Надо будет делать еще То есть Сделали на глаз Воткнули Ну два там Или что Чертежи Схемы Какие-то картинки Нахер Нахер надо Типа Оно же вечно Я же сам Сделай Хочешь хорошо Сделай сам Да Как это любит говорить Я же сделал сам Я сделал на совесть Да А потом Ну бывает Ну все ломается Ребят Вот И вам нужно Этот кастом Где-то найти Восстановить Его изготовить Заново У вас кругом 500 Да Звонок другу Но друг говорит Слушай Где эти такой рычаг Возьму Дай хотя бы Размеры Дай чертеж Во-первых Это долго То есть Если вам Допустим Вы поехали куда-то И заводской рычаг Погнули Вам его там Так или иначе Как-то передадут Перевезут Ну вы конечно Подзависнете Но все равно Примерно решаемо С кастомом Кроме вас Его никто не сделает Либо Какой-то человек Который его вам Делал когда-то Опять же Но это время Просто радикально Увеличивается Самое прикольное Когда соревнования То есть соревнования Вы где-то рубитесь Так И где-то прилетает Вас в рычаг Звонок другу Пару часов Нашли этот рычаг Где-то на складе Это же соревнования Все-таки оно Где-то в какой-то локации Не прямо в глуши Когда кругом 500 Там все-таки Это где-то возле цивилизации Что проводится Какие-то специально Выделенные места Там фроуд Не фроуд Не важно Но всегда это Где-то рядом с цивилизацией Такие вещи Оргам все-таки Ездить далеко Неудобно Вот Вам привозят Вы прямо в поле Прямо на трассе Меняете Да вы все равно Потеряете какое-то время Но это не сход Это в принципе Продолжение борьбы Особенно Когда это многодневное соревнование И в принципе Вы вопрос решаете Вы поставили назад этот сток Вот Может быть даже Если машина популярная У кого-то это даже кажется собой Где-то в лагере в базовом В техничке У кого-то может быть Если машина там Обычно Машина используется популярная Которая катается не один Никто не ездит на уникальные Какие-то автомобили Всегда выбирают в принципе Какие-то правильные автомобили Для оффроуда И если один человек умный Выбрал этот автомобиль Обязательно Он тоже такой выбор сделает И как правило Всегда найдется Такой Единомышленник У которого возможно Где-то в техничке Есть такой рычаг Или что-то там еще И даже прям в базовом лагере Вам найдут И одолжат Продадут Поставите Потом вам все-таки Довезут Ну то есть Это элементарно Это обычная Спортивная практика Так всегда происходит И когда у вас Стандартное решение Проблем нет никаких Когда у вас Кустом самоварный Или кустом Который вы там Где-то на заказ У какого-то там Дядя Уаси Где-то там С какого-нибудь Хабаровска Привезите рычаги Они у вас так вот Не на ровном месте Конечно На ровном месте Ничего не ломается Но они Вот каким-то образом Пошли по бороде Повредились Она каменная Неважно Случаи разные И вам через этот Хабаровск Искать Ну то Это сход На соревнованиях Это сход При этом Родной рычаг На место Вы не можете поставить Потому что Вы уже выкрутили Там все другие настройки И он там просто Не лезет И чтобы вернуть Подвеску На родные рычаги Вам нужно просто Расколхозить все назад Вам нужно полностью Всю подвеску Вернуть в стоковое состояние Причем Заметьте С двух сторон Не будет так Что с одной стороны Она блин На лифтованной подвеске А в другой стороне Вы все обрезали Вы все скинули Вы все это убрали И она поехала на стоковое Нет То есть Либо вы ищете Этот кастом И ставите Один на один Как бы Просто меняете Словно Либо все Раскорчеваете Как было по заводу И ставите Блин Сток Но с двух сторон И это тоже Блин проблема И оно просто А у вас там колеса Под это дело Уже заточены А у вас там просто Уже все не ставится И так далее То есть Проблема всего Кастома Что когда этот Кастом Начинает ломаться Это просто Лютая беда А ломается все То есть Да у вас Какая-то эйфория Вы там сделали Что-то там Нарукоблудили У вас О какой я крутой Как у меня все Круто получилось Как это все Круто выглядит Едет Но эксплуатация Супермакета Не ну там Нет нагрузок Он и сто лет Проездит с этим Рычагом Конечно Там вряд ли Что-то сломается Ну разве что ДТП Какой-то По дурке Где-то в городе Там что-то Какую-то хрень Учудить Ну все Больше никаких чудес Там не будет И действительно Когда вы строите Такую Такую Понторезку Да ради бога Там Там проблем нет Но если Машина эксплуатируется По назначению Прям жестко Прям блин На пределе возможности Да все сломается Вот Спорт В спорте Во-первых Ну самоварами Мало кто занимается Это плохое решение И В спорте Именно Такие вещи Настоящие спорты Там кольцо Или ралли Да Фроуд Это так себе Спорт Ну отдам ссылку Где Наши Белорусские организаторы Подробно это обсуждали Почему допустим Фроуд Никогда не станет Классифицированным Спортивным мероприятием Потому что Вот Потому что удача И техника Мастерства пилота Там на третьем Пятом Десятом Месте Ну да ладно Это отступление Так вот В настоящем спорте Когда люди делают Кастом Это как правило Решение Которое Если он делается Под какую-то Допустим Дрифт корч Вот То Как правило Во-первых Приход этого Дрифт корча В стенку Вообще В принципе Это уже сход Вот Вряд ли Удаётся Восстанавливать А когда Это какая-то Ролейная машина То фактически Всегда Спортсмены знают Что в зипе У вас должна быть Практически вторая Такая машина Ну кроме кузова Наверное Основного Рамы там И каркаса Практически вся машина Должна быть Во втором экземпляре Лежать в зипе Потому что В ролях Особенно Рычаги Стойки Господи Да это расходники То есть Блин Я не знаю В гражданской машине Аналог Это маслофильтр То же самое Что в ролейной машине Какие-то элементы Подвески Но это просто По бороде После каждой гонки Надо просто Пересыпать Это нормально То есть ресурс Ролейной машины Там составляет Там 2-3 тысячи километров Все После этого Кузов списывается Обычно Мотор и кузов После 2-3 тысяч Просто списывается Ну Понятно что Это Если мы берем Уже такие Спорт высоких достижений Конечно Любители Будут всю жизнь На ней ездить Вот И я так даже езжу Но тем не менее Если брать серьезно То там вот так И Да даже у любителей На самом деле Все такие вещи Если он где-то Поставил какой-то кустом У него в багажнике Или же этого кустом А целый ящик То есть он сразу Изначально знает Что это все Отрогнет обязательно И это надо будет менять Вот Поэтому Эти люди Как раз Это все делают Сразу Если делается Так То делается сразу С большим запасом Потому что Это понимает То же самое кольцо Потому что Опять же Нагрузки там Значительно выше Чем это уже Офроуд Потому что Прыгать по поребрикам Потрогать Гардрейл Допустим Колесиком Это блин Очень бобо Вот И после этого Конечно Это все восстанавливается То есть Это все идет по бороде моментально Что такое Был такой эпизод Я помню Когда просто После пары кругов На Смоленском кольце Там у человека Случайно был Какой-то косяк С дисками Я помню Пришлось поставить Один Одно колесо Там из запаски Пришлось поставить Штампованный диск Такой штампованный диск После поребриков Лопнул по сварным швам Он не Он не по геометрии пошел Он не погнулся А он лопнул По сварным швам Внутри диска Представляете Какие там нагрузки Вот это чтобы говорить о том Как это вообще Если На кольцо ставится Какая-нибудь китайская подвеска Помню была история Там в России Есть какие-то типа Аля каловеры Какие-то дешевые Да Как я там Не помню Ну я сейчас Когда буду монтировать Как бы напишу Название этих амортизаторов Так вот Это такие амортизаторы Типа Ну Для Так по городу поездить Да Побаловаться Типа Вот эти вот Заниженную приору Сделать Потому что там Кайловеры Там винтовая подвеска Можно все крутить Регулировать Вверх-вниз Удобненько Красиво Да Вот Так вот Как только эта машина едет на кольцо У нее гнет штук Амортизатор Потому что там Вообще Это обычный По сути Дешевый Примитивный амортизатор У которого Просто нарезали На колбе резьбу И вставили Две больших таких гайки На которых держится пружина Но это все Такое барахло Которое просто Моментально разваливается И кольцо Нагружает машину Просто мама дорогая Вот С оффроудом Вообще не сравнить И если вы на кольце Поставите такой Кастомный самовар Ну по любасам Все разойдется Да Вот Ну короче Отступление Да Потому что все ломается Все нужно иметь В экземплярах На оффроуде Никто не парится Заказал Поставил Счастлив Потом отрыгнул И ты сидишь Ой А что это случилось А что это сдарилось Да А как это А кто это сделал Да Вот И да Вот Проблема кастома Проблема ошибок Доработок Недорожников В том что люди Бросаются в эти самовары Не понимая Впоследствии Не понимая Тех проблем Которые потом С этим обязательно Вылезут Вот Проблема следующая Да Еще дальше пойдем Да Особо ушлые Вот эти самоварщики Говорят Ну блин Да мы сейчас Так там усилим Мы сейчас Так там Все наварим Что блин Ну там точно Ничего не сломается Следующий Это тоже Классический Косяк Эти всех самоваров Когда люди Боясь Что это все Чтобы это не дай бог Не отрыгнуло Так это блин Все это просто Там в пять слоев Во-первых Это все Не подрессоренное Если мы На фроводе Очень немаленькие И амортизатором Там уже Бобой Изначально Да Плюсы Вкорячиваются Туда еще Дополнительно Пару килограмм На вашем Сверхусиленном Этому рычаге Допустим Да И это все Начинает Просто плохо Ехать Дальше Вы там прям Так это все Усилили По жесткой схеме Так там все Наварили Там реально Блин Ядреная бомба Прямое попадание Ни хера Этому рычагу Не будет Верю Легко Сам бы так сделал Ну что происходит Дальше Рассмотрим Ту же самую ситуацию Вы где-то Соскользнули С какого-то склона Бахнули с колесом Вот С таким боковым Ударом Бахнули вся камень То есть На классической машине У вас погнуло Рычаг Может быть Там шаровой Чуть-чуть пострадает Неважно Ну рычаг Обычно гнет рычаги Бывает даже Подрамники могут уйти Ну Всякое Если это рама То обычно гнет Именно рычаги И по заводу В принципе Даже на рычагах Есть места Где они Классически рвутся Классически гнут Их То есть Там специально Такие изгибы делают Что это как бы Работает как Предохранитель Вот И это не случайно Так сделано Это не потому Что надо там Продавать Тонны этих рычагов Давайте его сделаем Прослабим Сделаем его сопливым Чтобы их там Они ломались Их там покупали Каждый месяц Не Делать не для этого Делать для того Чтобы в случае удара Именно он и погнулся Специально делать так Что гнулся бы Именно рычаг И это хорошо Потому что Если погнется не рычаг То погнется Крепление Точек этого рычага К раме И я даже знаю Случаи Когда их не просто гнут А прямо Отрывают Прямо как лист бумаги Вот так вот рвут Так вот это Вот 5 миллиметров Сталь вот так вот рвется Не по швам даже расходится А прямо рвется Как листик бумаги Вот таким вот Рваными такими вот Краями Разрывает Отрывает Просто с мясом Отрывает от рамы Вот это вот крепление Опорных Вот этих вот Сайлентблоков Рычагов Верхних особенно часто Нижняя там идет Там подравник Более массивная схема Часто бывает Тем не менее Ну просто снизу Там еще перевязка идет Редуктор Там рядом висит Там поперечная Какая-то будет обязательно Там это сложнее Ну и там тоже бывало Гнули То есть И как правило Когда Ставят такой лютый куст Там что происходит Ну рычаг выдерживает Ну так вот заварили Да Вот Но крепление к раме Ба-бах по бороде И чем-то чревато То есть Если в случае Там Вот вы так Скользнулись Ударились о камень Да На обычной машине Вы позвонили Звонок другу Там И в течение Там Ну не знаю Сколько там Получается Но Все равно Как-то вам привезли Стоковый рычаг Из ближайшего крупного города Где бы вы ни находились Там Не надо говорить Что в России Не найти Как бы запчасти Там На Дальнем Востоке Не найти на немцев А На западе России Там тяжелее Там с японцами Там с корейцами Вообще везде Ну там Не важно Все равно Найдут и привезут Стоковый рычаг найти Можно БУшный с разборок Новый от дилера Не важно По крайней мере Они точно есть Китайский Оригинальный Миллион вариантов Найти можно все Вот То в случае Вашего кустома Ну Вы его усилили Че Вот Это же Он выдержал Но погнулась рама И что вам Раму везти Вот Когда гнется вообще рама Когда это рвется Во-первых Есть рычаг даже То есть Ну сломался ваш Кастомный рычаг Вы его сделали Прослабили Он разошелся по швам Ну как бы Это вообще на самом деле Это меньшая проблема Потому что Вы его сняли Вы его там Кувалдой отрихтовали Вы взяли там Сварка электрод На аккумуляторах Даже можно заварить Блин Как-то засрали там Это все Заляпали Прям в болоте Да Доехали до цивилизации Там это дело Разобрали Еще раз там Это дело Подрихтовали Поставили Ну и как-то Технически Может быть Можно поехать С геморроем Ну можно Особенность Удар небольшой Ну или там Приехали как-то Там в раскорячку Но если вы Поставили ваш Супер-супер Усиленный рычаг И бахнулись им Рычаг выдержал Погнулась рама Потому что Камень все равно Крепче Что бы вы не делали Как бы вы не усиливали Камень все равно Крепче И что-то все равно Погнется Усиленный рычаг Хорошо Он не погнется Но погнется На раме Потому что Надо всегда Потому что Инженеры на заводе Они всегда Закладывают в машине Такие зоны Как предохранителей Которые Гнутся В первую очередь Спасая Какое-то Более Слабое Более Сопливое Место То есть Такие предохранители На машинах Практически Сплошь и рядом Во всех элементах Подвески Рулевого управления Да везде Практически Где бы ни посмотрели Есть места Вот такого Запрограммированного Смятия Посмотрите на ваши Рулевые наконечники Почему Очень часто На машинах Они не прямые А с изгибом Это там То место Которое Спасает Рейку Если идет удар Оно гнется В этом месте Специально Вы можете Заварить Сделать прямой Тогда при ударе Просто рейку Погнет Или вы Выкинете Ну дешевле Поменять По-моему Наконечник Чем За там Какими-то 15 долларов Чем Менять Рейку За 150 Хорошо Если 150 А не 1500 Вот То есть Схема Это вот такая И с рычагами То же самое На заводе Было заложено Специально Прослабленное место В этом рычаге Чтоб он гнулся В первую очередь А не раму А ваш кастом Усиленный Погнет Именно раму И что сделать Потом На природе Что вы Как бы Стапель будете Сооружать В болоте Чтобы это все Вытянуть А если там Оторвало То есть Открутить рычаг Положить его Где-то Аккуратненько На тот же Камушек И хоть как-то Его проварить В нормальных Условиях Там зачистить Швы Там еще Что-то Там Понимаете Как-то Дело Там Это дело Подкрутить Подбить Но Раму И кузов В болоте От рамы Не поднимите И нормального Доступа К этому месту Вы не получите Как это Рихтовать Как это Какими-то Лебедками Вытягивать Назад И как это Присирать Приваривать Я не знаю То есть Ну Отличный вариант Да Поэтому Данная ошибка Она Вообще Когда Люди Ставят Самовары Такие Не отдавая Себе Вчет О последствиях Эта ошибка Крайне популярна Именно Среди Постройки Гнедорожников Потому что Если мы берем Конечно Спорт Настоящий Там Ралли Кольцо Там С этим Значительно Все по-другому И там Действительно Люди Там Во-первых Многие решения Уже Как бы Велосипед Никто не запретает Огромное количество Именно готовых Хороших решений Которые Не просто Вот Прям Вот Один Там Какой-то Там Вася С Хабаровска Там Рассылает На всю Россию Какие-то Рычаги Это Прям Уже Молагированные Решения Сертифицированные Решения На которых Могут гонять Прям Профессиональные Спортспены В чемпионатах Странным И так далее И так далее И такие вещи Они уже Прям Это Это Не настолько Штучное Производство Как это бывает Там С оффроудами Которые тоже Казалось бы Ой у нас тоже Там все на потоке Вон там Какой-то Вася С какого-то Города Там у него Есть даже Сайт Он там Лепит Такие штуки Вася Заболел Вася Передумал Он продал Там свою Допустим Что там У него было Там Джип Купил Тойоту И перестал На джип Делать рычаги Потому что Сейчас у него Тойота И он начал Делать Такие же Рычаги На Тойоту Джип Ну окей Может быть По старой памяти Какие-то старые Клиенты Там еще Делать Но уже Отходит От этих Дел Или Вася Попал В больницу Или Вася Вообще Поломал Руку Или Вася Забухал Поехал Вам нужен Рычаг Он у вас Ломался Вы ему Звоните Он говорит Окей Слухай Друг Я тут Вот на Вот И че То есть Ну если уже Очень хочется Сделать Очень хочется Сделать Ну берите Сразу Тогда Просто Два Комплекта Вот Ну только Так Хотя Ну на фрод Так не принято Делать На фрод Ну не париться Такими делами На фрод Считают Что вот их Машина Их кустом Он прям Вечный Он же там Заказал его И еще Один прикол Дальше Да окей Бывает На некоторые Машины Там такие Киты Которые Там заказывают Там с Австралии С Америки Привозят Та же хрень На самом деле Ну и Единственное Что разница И что Там Ну Вот этот Вася Не заболеет Вот И не может Не соскочит И возможно Вот этот Этот куст Вы как-то Все равно Как бы Закажите Но я помню Были моменты Которые там Заказывали Ребятам Да Заказали На джип Мапаровская Такая Полуоригинальная Тенящая Там фигулечка Да Ну там Проставка Была Под лифт Под передний Редуктор Передний мост Ну окей Ее заказали Привезли Ее поставили Потом С ним был Какой-то косяк То ли брак Я не помню Зали Короче Заказали вторую Вот А там Началась корона Год Год Она приехала Но прошел год Вот Вот такой прикол Тут даже Не знаю Что сказать Короче Мое мнение Подвожу И более ближе К итогам Мое мнение Что когда Вы Занимаетесь Вот такой Лютой Кастомизации Вашего автомобиля Лютым тюнингом Строите Какой-то Внедорожник И вы Уперлись То что Заводских Решений Вам не хватает Не надо То есть Это значит Только одно Что вы Либо ваш Подход Неправильный И вы куда-то Полезли Не туда Вот Что вы Вылазите За вообще Конструкторские Возможности Этого шасси Вы неправильно Выбрали машину Значит Если вам Нужно Что-то такое Делать Вы неправильно Выбрали машину То есть Если у вас Подход Изначально Корректный Если вы Изначально Все Делаете Как положено И ваше Шасси Которое Вы Готовите К оффроуду Позволяет Все ваши Идеи Реализовать То так Или иначе Вам не Потребуется Такого Такого Кастома Если вам Нужен такой Кастом Что-то Пошло Не так Вы куда-то Полезли Не туда Вот Где Кастом Я считаю Может допустим В тех вещах Которые Ну В принципе Не участвуют В каких-то Вот В такой Ну В постоянной Такой режиме Эксплуатации Где можно Этот кастом Выкинуть Допустим Поставить Вместо него Сток И ничего Не изменится Это первый вариант Допустим Вы поставили Амортизаторы Кастомные Ну В чем проблема У вас Крекнул Такой амортизатор Вот Вы ставите Вместо него Сток И оно Все Полностью Совпадает По всем Посадочным По всем Диаметрам По всем Отверстиям Вы просто Едете дальше Ну В идеале Оба Там Правый Левый Еще Даже Поменяется А даже Бывает И один Там Доехать Прокатывает Ну Вот Раз Вариант То есть Абсолютно Нормально Считаю То есть Шаровая То же самое Если вы ставите Какую-то шаровую Какую-то Хитрую Да Должна Возможность Чтобы поставить Оригинальное И оно Будет Работать Что Еще Поднимаем По тюнингу Когда Ставится На Какую-то Машину Запчасти Других Машин Тоже Абсолютно Нормально То есть Если Допустим У вас Рычаг В вашем Поколении Как-то Там Стал Допустим Кованым Алюминиевым И там Какая-то Одноразовая Шаровая Которая Единая С Рычагом Вот И это Очень сильно Там Напрягает Потому что Это шаровая Кончается Внезапно Быстро И часто Но Есть Такой же Рычаг Допустим Не Кованый А Допустим Сварной Стальной Допустим Рычаг Где Шаровая Съемная И это Все Становится Просто Блин Идеально Болтон Как бы На родные Места Вы просто Выкидываете Кованый Ставите Рычаг От другой Машины От другого Поколения Там Не знаю Какие-то Бывали Такие Моменты Тоже Нормально Потому что То же самое Он сломался Вы по каталогам Знаете Что Знаете Его Вот у вас Допустим Допустим Прада На Прадо Допустим 16 диск Литой Колесный Не становится На 150 Да и на 120 Тоже не становится Минимум 17 Тем не менее Если поставить От 215 Сурфа Туда Тормозные Механизмы Тормозилки Именно Сами Тормозные Машинки Суппорта Вот Тут он Лазит 16 диск И Из Прадо И реально Тогда Можно сделать Настоящий Настоящий Недорожник То есть Действительно Поработав С тормозами Поставив От предыдущего Поколения Не надо Чего пилить То же самое Кстати Форчинер На Форчинер Можно поставить 16 колесные Диски Сделать И поставить В нее Хорошую Настоящую Внедорожную Резину Которая Будет Плющиться Которую Можно Сдувать Смело Вот 17 Сильно Ограничивают А 16 Вот и Все И сразу Машина Превращается В хороший Внедорожник Если Вы Сделать И Вы Поставили Да Вы Просто Знаете Что Окей У меня Тормозинки От Сурфа Колодки От Сурфа Все Это У вас Записано Помещено Что-то Сдохло Отрыгнуло Вы Заказали Это Есть В каталогах Это Все Есть Это Не Кастом Который Существует В мире Единственном Экземляре И у вас Все Работает У вас Все Едет У вас Все Хорошо Вот Такие Подавор Да Вот Наоборот Можно Наоборот Конечно Даже Нужно Если Вы Из Уазика Делать Тойоту Это Конечно Лучше Сразу Купить Тойоту Не Дурите Голову Все Рано Уазик Тойота Это Не Станет Вот А Тойота Прилетить Уазик Конечно Можно И Вот Это Неправильно Делать Лучше Тоже Сразу Купить Уазик И Не Заниматься Таким Мазохизмом Не Пытаться Машину Сломать И Сделать Из нее Барахло Лучше Сразу Барахло Будет Дешевле Что Еще Отметить По Этим Кастом Элементам Кастом Рычагам В принципе На самом Деле Из Всего Что Я Хотел Сказать Я Хочу Повторить Одну Мысль Просто Все Это Решается На Проработке Изначальной Проработке Технического Здания Автомобиля Правильный Автомобиль Никогда Не Потребует Никаких Таких Серьезных Вмешательств Серьезного Такого Модификации Переделок Если Вы Уже Полезли Вот То Вы Что То Делаете Неправильно Либо Ваши Доработки Уже Просто Какие Супер Экстремальные Которыми Заниматься Тоже Подумайте Сто Раз Даже Если Вы Берете Какой Жив Рейнер На Которых Чуть Не Полу Оригинальная Полутам Мапаровские Есть Какие-то Кастомные Киты Просто Давайте Отчет Если Что Если Вы Жили В Штатах То Вот Этот Куст У вас Был В доступности Там День Чуть Не На Следующий Но Когда Вы Живете В России В Таможном Союзе Даже В Европе Достать Куст В случае Его Поломки Будет Реально Большой Проблемой И Тоже Опять же По той Причине Не Стоит Вот Вот Как-то Так Поэтому При Постройке Внедорожника Просто Тут Надо Изначально Выбрать Правильный Автомобиль И В Тюнинге Не Пытаться Перешагнуть Какое-то Разумное Ограничение Конструкторской Изначальной Идеи Заводского Какого-то Решения То Есть В Заводского Решения Есть Возможности Какие-то Есть Степени Свободы В Крапках Которых Можно Двигаться То На Моем Машине У Меня Допустим Есть Рама И Рама Позволяет Очень Многое Очень Гибко Очень Серьезно Модифицировать То Есть Именно Рама Это Такой Очень Серьезный Бонус С Которым Можно Работать То Есть Это Тот Элемент Который Позволяет Именно Серьезно Вносить Изменения И Серьезно Улучшать Свойства Автомобиля Именно Наличие Рамы Вот Если Рамы Не Было 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 Бо Плохо Я бы Просто Не Куп Потому Что Это Ограничение Которое Серьезно Усложняет То Как Я Еще раз Говорил Когда Я Начинал Строить Свою Машину И Говорю Очень Многим Людям Которые В дальнейшем Пытаются Купив Машину Не Надо Пытаться Сделать Из Недорожника Ниву Вот У вас Есть Рама И Вам Нужно Об этом Четко Знать Что У вас Есть Рама И С ней Можно И Нужно Работать Это Удобный Способ И Это Действительно Никоим Образом Не Ломает Никакие Кинематики Вот Я Рекомендую Это Все Делать Именно Вот Начинать С Беларусь Моя Краина Беларусь Моя Беларусь Моя Краина Беларусь